Итак, добрый день. Что мы сегодня с вами будем делать? Мы будем делать сложный элемент панели витража. Возможно, многие из вас задумывались, как можно украсить витраж в своем объекте, особенно когда при создании его вы увидели то, что он получается прямолинейным достаточно, и невозможно понять, как сделать его лучше. Сегодня мы с вами это разберем. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Лучше сделать это прямо сейчас. Кстати, для спонсоров напоминаю то, что выходят расширенные видеоролики. Их накопилось сейчас уже не так много, но тем не менее в ближайшее время еще как минимум 4 выйдет. О них я оповещаю в нашем чат-канале в сообществе. И, соответственно, о выходах роликах я тоже стараюсь оповещать вас и рассказывать, что в них будет. Спасибо. Итак, для начала. Ознакомимся. Я воспользуюсь функцией создания обычного проекта, чтобы рассмотреть разницу в формах стандартных и нашей панели витража. Я пользуюсь любым шаблоном, в данном случае моим любимым архитектурным шаблоном. Вы можете пользоваться любым. Создаю. Вспоминаем, как выглядит у нас панель витража. Стандартная, неизменяемая. Я через вкладку архитектура, стена архитектурная, выбираю в панели свойств, витрину. Строю ее. Смотрю в трехмерной плоскости. Стандартная, непримечательная, ничем. Абсолютно стандартная, непонятная витрина. Как можно сделать красивую панель витража, чтобы украсить свой фасад? И не всегда это используется для примера материала стекло. Сейчас поймете, о чем я говорю. Нам придется поработать с формообразующими элементами, но сейчас я об этом скажу. Мы с вами сегодня и поработаем с формами, и посоздаем семейство. В общем, будет интересно. Советую досмотреть видео до конца. Итак, я удалю стандартную панель витража, перейду на план первого этажа. Что я сделаю теперь? Теперь вкладка форма и геймплан. Форма в контексте. Создаю форму. В данном случае я могу ее назвать витраж, могу ее не называть, а ставить стандартное обозначение. Что я делаю теперь? Рисую. В данном случае нарисую сплайн, какую-нибудь сложенную фигуру. И нарисую обычный прямолинейный участок, чтобы вы увидели разницу. Перейду на трехмерный вид и выдавлю. Что в одном случае объемную форму, что в другом случае объемную форму. Включу реалистичный вид. И всегда с высоким уровнем детализации мы работаем. В данном случае, если я соглашусь с выполнением формообразующей, через вкладку архитектура задам стеновое ограждение. В обоих случаях у меня оба экземпляра будут прямолинейными. А в случае сплайна он вообще будет виден, переход тех же самых элементов панели витража. Что достаточно громоздко. Что я могу сделать базовое? Удалил панель витража. Захожу в контекстное редактирование. Я могу подсветить форму, главное. Клавишей TAP найдите саму форму. Разделить поверхность. Раз. Разделить поверхность. Два. В обоих случаях при разделении поверхности у меня в панели свойств теперь появляется образец. На самом деле это большое множество различных разбиений в дальнейшем, которые могут использоваться под панели витража. Либо под любые панели. Из любого материала. Для тех, кто заинтересовался как делаются сложные те же самые архитектурные какие-нибудь фасады декоративные. Они тоже делаются через эту же самую функцию. Так вот. Я выберу в данном случае, начнем с базового. Треугольники. Треугольники плоские. Раз. И для второго сегмента тоже выберу треугольники плоские. Два. Ничего не произошло, потому что у нас еще нет нормального компонента для разбития треугольников. Но сначала подредактируем. Подсвечу тут получившуюся форму. И разобью нормально сетку. Потому что она сейчас растягивается достаточно обширно. Пускай она у меня будет на 5. На 5 в горизонтали. Даже на 4. И на 5 в вертикали. Большие такие треугольники. Здесь я разобью на другой показатель. Пускай у меня будет не 10 все-таки, а 6 и 6. Элемент. Окей. Теперь как сюда задать нормально форму. Воспользуюсь функцией. Файл. Создать. Семейство. Меня интересует метрическая система типовая модель на основе образца. И сейчас поймете почему. Создаю ее. На данный момент у меня присутствует квадрат. Я мог бы использовать для стандартной сетки разрезку его. Объясняю почему. Подсвечиваю основу, нажав по не один раз левой клавишей мыши. У меня возможность выбора как раз таки. Ничего не напоминает? Мы с вами уже выбирали элементы. Я здесь выбираю плоские треугольники. И что я сделаю? При подсветке сейчас мы уже работаем с адаптивными компонентами. Конкретно о сложных элементах адаптивных компонентов ссылочка появится в описании. И сверху сейчас у вас всплывающим обозначением. Так вот. Выделю вспомогательные линии и создам просто объемную форму. Программа предлагает. Я все-таки создаю плоскую либо объемную. Я создаю объемную форму. Толщиной не 200. Все-таки она будет слишком громоздкой. Смотреться. Пускай она у меня будет 25. Предположим. Файл. Сохранить как семейство. Я сохраняю как семейство. Пускай это у меня будет форма. Треугольник можно. Форма треугольника. Либо просто форму. Сохранить. Нажимаю функцию загрузить в проект. Перейду на трехмерный вид. Подсвечу свою форму. Панели свойств. У меня теперь появляется в треугольниках, так как я создавал треугольники. Форма треугольник. Раз. И у второго элемента форма треугольник 2. Когда у вас элемент выполнен через сплайн, сложная геометрическая фигура, видна разница в этих треугольниках. У плоской формы мы толком не увидим отличия. Давайте поиграемся дальше. С материалом. Вернусь назад в свою форму. Подсвечу материал. Воспользуюсь функцией задания категории. Назначение параметров семейства. Функция значения материал. Загружу снова в проект. Заменить существующую версию. Параметры не меняю. Перейду на трехмерный вид. Если у вас трехмерного вида пропадают элементы, уровень детализации верните на низкий и верните его назад. Так вот. Теперь мне нужно найти данное семейство, чтобы назначить ему материал. Потому что здесь будет сделать это либо проблематично, либо можно подсветить и отредактировать в изменении типа. Я могу также найти в значениях семейства. Меня интересует не форма, а панели витража форма. Вот она моя. Двойным нажатием я также могу в нее перейти. Задам материал. Пускай у меня будет материал стекло. Стекло. Окей. Окей. У меня появилась стеклянная панель витража. Давайте зададим теперь ей объем. И причем, если я подсвечу элементы, через клавишу Tab могу выделить каждый отдельный сегмент панельки. Она будет отображаться как панель витража. Системная панель витража. И как раз таки в дальнейшем можно будет с ней работать. Что я сделаю? Вернусь в свою форму. Давайте удалю стандартную, эту примитивную. Усложним задачу. Создадим точку. На данный момент это просто точка, не адаптивный компонент. Всегда проверяйте то, что вы работаете с рисованием по грани, а не с рисованием по плоскости. Рисую по грани, ставлю ее по центру. У данной точки, убирая галочку, показать только нормали, а опорные плоскости всегда отображать. Раз. На самом деле для данной точки было это необязательно. Зажатой клавишей Ctrl выделяю созданную точку и первую в обозначении. Создаю между ними сплайн через точки. Вот она, вспомогательная линия. Что я делаю дальше? На данную вспомогательную линию по центру размещаю дополнительную точку. Для этой точки я отключаю галочку «Показать только нормали» нашу нормальную опорную плоскость и показывать все опорные плоскости. Два. Воспользуюсь функцией «Задание рабочей плоскости». Задаю опорную плоскость, которая находится у меня в, по сути дела, в плоскости моего моделирования. А конкретно это вот эту самую нижнюю. Три. Создаю точку. Опорный элемент. Четыре. Программа начнет ругаться о том, что точки находятся на одной и той же рабочей плоскости и нужно убрать одну из них. Я соглашаюсь. Окей. Выделяю добавленную точку, поднимаю ее. Обращаю свой взгляд в панель свойств. В мятом появляется смещение. Пускай у меня будет 100 мм смещение. Задаю параметр семейства. Задаю параметр. Я могу выбрать высота, либо выступ, либо все обычно обозначают во всех параметрах семейства. H маленькая, английская. Я нажму, выберу функцию высота. Выступ. Выступ. Окей. И применяю этот параметр. Активирую, что для данной точки я активирую показать рабочую плоскость, опорную плоскость. Ну и поднимаю ее немножко выше. Подсвечиваю ее. Зажатой клавишей Ctrl подсвечиваю первую нашу линию. Создаю между ними сплайн между точками. Получившуюся линию я нажимаю галочку, что это вспомогательная линия для создания моей формы. Три. Чтобы у меня контур был. Я на самом деле мог все эти точки свести в одну. Вообще форму вы дальше можете продумывать как угодно. Также моделировать через адаптивные точки и адаптивные линии. Как вам удобнее будет. Ну и просто через линии. Дальше что я делаю. Моделирую еще одну точечную элемент. Он необходим вспомогательный для определения основного контура направления моей формообразующей. Получившуюся вспомогательную линию я временно скрываю. Выделяю точку первую, точку вторую. Для них одинаковые параметры. Показать опорную плоскость. И убирать, показать нормальную опорную плоскость. Вот они. Соединяю их через сплайн. И создаю вспомогательную опорную линию. Панели свойств. Помолчание на сразу же выделено. Если вы вышли из выделения. Выделяем ее. Выделяем контур. Наш основной. Создать объемную форму. Проверяю через типоразмеры в семействе. Меняется ли показатель выступа. 200. Меняется. Меня полностью устраивает. Я могу добавлять дополнительные точки, если вас это интересует. На данный момент меня это не касается. Выделяем мою форму. Материал. Нажимаю на значение параметров семейства. Выбираю функцию назначения материала. Могу нажать сохранить. На всякий случай. Загрузить проект. Заменить существующую версию. Перехожу на трехмерный вид. И скорее всего я опять не увижу элементы. Поэтому придется снова вернуться на низкий уровень детализации. И вернуться на высокий. Рассмотрим, что у нас в итоге получилось с нашим фасадом. Во-первых, фасад стал ребристый. Я могу поменять у него значение материала со стекла. Пускай бетон. Какой-нибудь легкий бетон. Бетон. Легкий. Загружу его. Буду использовать его. Предположим, у меня легкий бетон для моего фасада. Декоративный. Либо, если очень хочется, можно использовать стеклянную панель. Стеклянную панель витража. Давайте поменяю. К вопросу о том, что меняя параметр для материала в каждом элементе, меняется все семейство. Я уже говорил на тех же самых наших видео уроках неоднократно, что нужно просто пересохранить семейство. Чтобы оно было отдельное по назначению, тогда все будет нормально. Подсвечу сетку. Я могу ее разбить на другие сегменты. Пускай у меня будет 5 и 5. В некоторых случаях треугольник нормально программа разрезать не сможет. И придется подбирать элемент каркаса. Дальше что я могу сделать? Выделить форму. Могу точно так же для нее создать профиль, либо кромку. Если вы хотите сделать какой-нибудь сложный, изогнутый тот же самый фасад. Давайте я его изогну. Давайте включу скрытая линия, чтобы было понятно. И можно сделать сложный, геометрически сложный элемент фасада, который можно использовать и как навесную панель, да и на самом деле все что угодно. Скоро у нас будет новое видео для спонсоров. Обращайте внимание. И не забывайте, если вам нравятся видео уроки, как-нибудь отмечайте и комментируйте. И вы знаете, что нужно делать. Спасибо и скоро увидимся. У нас много контента, который я разработал. Я знаю то, что я на данный момент куда-то пропадаю, но на самом деле много работы, много идей по видео. Сейчас все это разрабатывается и скоро вы об этом узнаете. Не пропадайте, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо и всего доброго.